Смотрите, какая у нас малышня. Она вылупилась для нового нашего эксперимента с новым кормом Маркорм. А Маркорм мы еще не получили, но, видите, сообщение уже есть о том, что убыл в Александров и груз прибыл. И помещен на склад. По этой причине мы, в принципе, стараемся уже выехать в Александров сейчас. Я полетел к 16 часов, они до 6 работают. Все, беги с Богом. А канапе вот уже тут, видите, все носятся. Вообще все с температурой, все с соплями. Одна у нас малышка еще кое-как держится. Ну, как всегда, с Новым годом. Мы по праздникам всегда болеем. С Новым годом, да. Я сегодня постараюсь забрать, дабы у меня завтра еще был день. Сейчас метель, как назло. Портер метель – это два понятия несовместимых. Поэтому я пытаюсь сегодня хотя бы часть забрать, если вдруг все не влезет. Потому что я там посмотрел, там полторы тонны у них груз. А ты? И объем 3 с лишним кубометра. То есть, походу, 3 палета, а не 2. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, что там будет по факту. Ну, давай на камеру, короче, снимешь, если что. Приехал я забирать комбикорм в Александров на Желдор-экспедицию. Но не отдают, потому что счета на доставку не оплачены пока. Сейчас пытаемся с Маркормом связаться, там решить, почему там, когда оплатят. Получается, что, наверное, сегодня уже не успею забрать. Сейчас 17.15. Вот Ленка звонит. Алло. Ну, а не? Ну, да. Не отвечает, да? Да. Блин, сейчас попробую. 95.18. Сейчас попробую. Давай. Так, телефоны не отвечают. Наверное, у них уже рабочий день там закончился. Там же все-таки чуть поезд часовой, наверное, другой. Так, что мы хотим? Мы хотим найти телефон, с которого мне звонил по ошибке Маркорм. А, 95.18. Да, вот он. Он тоже не отвечает. Ну, давайте попробуем. Сейчас наберем. Видно хоть что-нибудь? Я не знаю. Тут темнота. Извините за голос, приболел. Ну, мы приболели, следом. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, это беспокоит Годуновский бройлер. Вот приехали забирать корм. Он уже доставлен в Александров. Они не отдают, говоря, что счета на доставку не оплачены. Вы сможете поинтересоваться, решить вопрос? А то я жду, как бы, наверное, сегодня уже не успею. До шести они меня отдадут, скорее всего. Ну, хотя бы, чтобы завтра нам его забрать. А то, сами понимаете, у нас уже вылуп. Ага, хорошо. Так, обещали перезвонить. Друзья, короче говоря, не отдали нам груз, потому как он не оплачен. Марком сейчас написал по WhatsApp, что оплатили сегодня. Остается только молиться, чтобы работала бухгалтерия завтра. Или там банковские переводы эти все произошли, и завтра нам его отдали. В противном случае, если платеж не пройдет по доставке, по оплате их транспортных услуг, то груз мы получим только девятого. Друзья, всем привет. Прошу прощения за голос, все еще болею. В общем, смотрите, ситуация какая. 31-ое сегодня утро. Позвонили Жилдор экспедиции, сказали, что груз готов к отдаче. Они увидели оплату. Постарался Маркором, как я понимаю, мы с ними вчера переписывались. Они должны были утром им отправить платежки. Пикантная ситуация состоит в том, что предпраздничные дни, и бухгалтерия непонятно там работает или работает в полсилы. Короче, в общем, слава Богу, что так получилось. Теперь уже все зависит от нас. Если нам удастся забрать, значит, корм будет у нас. Мы будем пробовать проехать. Подвалилось снега. Но в любом случае будем проезжать. Чего делать как бы? Если застрянем, значит, будем трактор заводить. Нам главное вот отсюда выехать, с нашей деревни, а там уже как-нибудь доедем. Хочу сказать, что удачно получилось. Я, честно говоря, не верил, что получится забрать корм до Нового года, потому что, все-таки, сами понимаете, если они его в субботу отправили, получается, он в понедельник был уже на складе в Александрове. То есть я отслеживал, очень быстро передвигался. Йошкар-Ала, Чебоксары, Москва. Из Москвы ночь он там пробыл всего, и утром уже был отправлен в Александров. То есть РЖД, 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 нет, РЖД нет. Жилдор экспедиция отработала хорошо. И Марк Ором как бы постарался. Здесь уже надо отдать им должное. Вот. Так что все, едем забирать груз. Меня было слышно хотя бы. Друзья, выехали нормально. Я ожидал, что будет гораздо хуже. Но оттепель, снег как-то осел, и его прикатали. В общем, проехал без проблем. Пустой портер, это как корова на льду. Он нифига не едет. Если остановился и попал в небольшую ямку, все, привет. В раскачечку, может быть, на ручничке получится выехать. Но можно засесть на ровном месте, грубо говоря. Так что я стараюсь на нем останавливаться только или с горки, или на более-менее ровном участке в такую погоду. Субтитры делал DimaTorzok Так, забрал я комбикорм. Значит, сервис по-русски, как говорится. Как грузить будем? На этом погрузчике мы, говорит, съехать здесь не можем. В общем, немножко это поспорили с ребятами. Но в итоге пришлось заезжать мне на этот подиум. Он скользкий, но я заехал. В итоге все равно пришлось разбирать один целый палет. Короче, должно было быть два палета. Один палет, как они сказали, у них развалился в машине. Он был у них разложен на две кучки. Посчитать мешки в палете запалеченным я не смог во втором. Поэтому мы его вскрыли и перегрузил руками, короче. Ну, они мне подкидывали, я уже здесь в машине укладывал. Вот, в общем, 61 мешок. По срокам там, ПК-5, ПК-6, будем уже на месте сортировать. И разбираться, какие на эксперимент, какие пойдут нам в виде возмещения предыдущей партии. Вот, палет я забрал один оригинальный, который был маркормовский, хороший, в хозяйстве пригодится. Один они там куда-то это самое уже спрятали нормальный, дали мне вот такой плохенький. Ну, ладно, тоже пригодится, короче. Ну, все, в общем, корм у меня в машине. Едем домой потихонечку, потому что здесь, ну, мягко говоря, перегруз. Вот, не зря я усиливал рессоры. Даже до отбойников еще не доходит. Ладно, потихонечку поедем. Друзья, слава богу, успели забрать до нового года корм с транспортной. Значит, вот у нас здесь 61 мешок. 26 мешков, это у нас предоставленные на эксперимент мешки. И сколько? 35 мешков, это значит 15 ПК-5-2 и 20 ПК-6-1. Очень вовремя они приехали. Объясню, почему. Ну, вон моя птица, она уже сидит с утра голодная, потому как остался у меня один мешок ПК-6-2, который я не насыпаю, чтобы как бы сравнить с новой партией. Посмотреть, есть ли отличия или нет. Так, еще вот у нас есть открытый 5-1 мешок. Я вчера открывал его, чтобы насыпать мелочи вот этой. Потому как уже нечего, да, он нам был давать. Новые мешки не пришли, и пришлось насыпать из старой партии. Я сейчас его законсервирую, да, так скажем, и поставлю сюда уже мешок из новой партии. Заодно сравню, отличается он чем-то или нет. Все мешки мы будем складывать вот сюда. Старые мешки я убрал в другое помещение. Но те, которые Маркорм не стал брать в виде возврата, оставил нам, сказав подробите, скормите там кому-нибудь. Вот. Будем пробовать кормить молодняк-несушек им. Так, вот сюда вот убрал я старый корм. Вот у нас тут где-то, по-моему, 18 мешков ПК-6-1 осталось. Ну, это вот не сушечный Маркорм, я покупал еще с той партии. Но я еще не открывал, не пробовал. Так, ну это пурина, вы видели. Ну, здесь у нас зерно. Здесь уже у меня размол, кукуруза, пшеница. Сейчас сюда вот все это сложим. И мешки, которые в количестве 26 штук, это на эксперимент на выращивание стаб-роллеров, мы, я помечу маркером, галочки поставлю. Для чего? Для того, чтобы понять, правильно ли мы сделали расчет по потреблению корма и уложились мы в эти нормативы или нет. Если нет, значит, будем тогда добавлять и отмечать у себя вот те мешки, которые у нас будут уже из компенсационных. Так как впереди у нас январь-февраль и, возможно, сильные морозы, а люк я сейчас завалю комбикормом. И неизвестно, до морозов буду ли я его еще раз освобождать. И так как я сюда не купил никакого греющего кабеля, принял решение поместить вот таким образом коврик для сушки обуви. Он стоит в обе 1200, по-моему, ну, может быть, чуть дороже, ну, до полутора тысяч точно. Я его, знаете, использовал как кельчеватель для проращивания винограда. Вот. В любом случае, думаю, дешевле, чем за полторы тысячи мне не удастся решить этот вопрос. Там кабель плюс какая-то проводка, плюс вилка, плюс, может быть, регулятор какой-то потребуется. А этот уже готовый как бы коврик, да, и греет он в щадящем режиме. Там не помню сколько, по-моему, 40, что ли, или до 50 градусов. Ну, точно не буду врать. Но для легкого подогрева вот этого насоса и трубопровода, я думаю, что достаточно будет. В любом случае, без вариантов, я его сюда погружаю. Он, скорее всего, будет немного здесь плесневеть, но я уже с ним распрощался морально как бы. В любом случае, насос дороже стоит. А в сильный мороз я смогу чуть-чуть подогреть это место. Так вот, я разгрузился. В общем, всё чётко по количеству, по наименованию, как по накладной, так и по факту. Значит, экспериментальные мешки я галочкой отметил синим маркером. Это тот минимальный объём, который должен уйти на эксперимент. Если не хватит, то тогда будем подкармливать ещё из того, что нам поменяли. Вот из того, что поменяли, я ещё вот сюда отложил часть сразу, чтобы на ту партию докормить их. А чуть позже посмотрим, какая крупка, какая гранула. Сравним, понюхаем и всё вам расскажем. И покажем. Так, температура. 33,5. Щуп вот на уровне цыплят. Можно на самом деле чуть уменьшить. Сейчас мы дизимером чуть-чуть вот так уменьшим. Так, друзья, раз уж у нас эта партия тоже получается экспериментальная, на комбикорме маркорм новой линейки будет выращена, давайте мы с вами ещё снимем показания счётчика. Мало ли, мы решим себестоимость считать этой партии и должны знать, сколько электричества на неё потратили. Так, показания вот такие. 3444. Ещё сутки прибавим, потому что в брудере уже цыплята сидят сутки, но я забыл посмотреть показания на тот момент, поэтому мы среднее арифметическое высчитаем и одни сутки прибавим. Я думаю, что это будет справедливо. Да, забыл я вам сказать совершенно, что показания счётчика я снял на 31 число. 11... Ну, пол-одиннадцатого сейчас. Вот у нас тут ёлочка такая. Готовимся. Всех с Новым Годом! Друзья, ещё раз всех с Новым Годом! 1 января у нас, у вас тоже, скорее всего. Давайте посмотрим, какой корм нам прислали. Сравним фракцию. Ну, просто откроем мешки и посмотрим на внешний вид. Да? Давайте с ПК-5 начнём. У нас сегодня первый день с солнышкой за всю зиму. Да. Ну, показывай, всё видно. Это новая крупка. Да. Я сейчас на улицу вытащу и насыплю в ёмкость. Оставь, просто мешки пока покажи. Да, вот этикеточку посмотрим. 25 декабря 2019 года, значит, крупка. Ну, состав не будем мы здесь сейчас рассматривать. От нуля до десяти дней. Ну, и старую крупку нашу. Без комментариев, как бы, здесь. Давай, сейчас я насыплю. Ты рядышком насыпешь? Да. Нет, наверное, слушай, много я насыпал, но и не хватит. У нас всё рассчитано. Давайте мы по-скромному. Достаточно будет. Сейчас, давай. Вот я прям возьму так. Аккуратненько, чуть-чуть. Там, где больше, это старая крупка. Давай на улицу. А можно и здесь на улицу. Да, на улицу. Аккуратненько. Поближе. Вот новая, вот старая. В общем, вы видите разницу, я думаю, да? Так, всё, дальше поехали. Так, теперь посмотрим ПК-6-1. Так, это нам надо куда-то высыпать. У нас здесь пшеница высыпалась. Так, это мы не сушкам отдадим потом. Так, значит, теперь ПК-6-1. Вот мешок. Значит, по поводу мешков. Все мешки прошиты одной строчкой. Заводские, чистенькие. Вот как вот раньше было, всё так и есть. Выработка ПК-5, ПК-6-1, 27 декабря 2019 года. Финиш-1. Сейчас мы его откроем. Покажи, в мешке. Так, давай, засыпаем. Пойдём на улицу. И вот у меня здесь есть, я приготовил. Это с предыдущей, которую мы купили ПК-6-1. Вот якобы. Слушай, на солнце цвета не видно. Вот так видно. Видишь, да, разница? Да. Ну, размер очевиден вообще абсолютно. Ну, размер, понятно, по цвету даже, да? Да. Вот этот коричневый. Вот это вот, в правой руке коричневый. Насыщенный коричневый, да. Это такая белёсая. А попробуй к солнцу всё-таки, к солнцу обе. Вот так. Может быть, светопередачу всё-таки в камере передаст? Вот это коричневая. Видите, какая? И короткая, насколько короче. Это длинная и белая. Для чего мы вам это показываем? Не для того, чтобы как-то там маркером очернить, а для того, чтобы вы понимали, что у нас не бреда генератор какой-то страшный сработал, что есть объективно значительная разница между тем компикормом, который мы купили, и тем, который нам сейчас прислали. То есть наша версия имеет право на существование, да, которое мы озвучили в предыдущих роликах. Но надо отдать должное, что маркорм вот так и справился, компенсировал нам убытки по корму. Ну, поменял, можно сказать, корм. Вот. Так, все, теперь осталось нам сравнить ПК-6-2. Смотрите, у меня вот есть мешок. Иди покажи. Так, а здесь дата выработки не видно. Вообще не стоит. Что-то вообще не стоит, да. Так, подожди. А вот новые мешки. ПК-6-2. 28 ноября 2019 года. Кстати говоря, по-моему, это, кстати, был тоже у меня. А, 28. А, вот, размыло здесь. Не увидишь. Не увидишь уже. Видишь, как она и проволась. Вот здесь размытая. Вот она, дата размыта. Ну, давайте тоже открою я предыдущий, да, мешок от предыдущей партии. Да, ну вот его, да, видно. Чушка. И новый. И посмотрим, как бы, есть ли различия. Но тебе пока не нужно, правильно я понимаю, этот форм сейчас? Что? Пока тебе этот корм сейчас ведь не нужен, по идее. Не нужен, да. Но он у меня постоит просто в открытом виде. Ничего страшного. Чтобы сравнить нам, да, сейчас. Хорошо. Сразу. Так, это новый. К стене. Новый с галкой мешки. Все новые. С галкой это мешки, которые по количеству отмерены нам на новую партию, вот, на экспериментальную. Мы посмотрим, хватит ли нам того количества, которое мы рассчитали. Если не хватит, у нас есть такой же корм, то, что нам меняли, кроме 5-1. Да, 5-1. Один мешок. Один мешок. Ну, я думаю, что нам его хватит. А остальные, если вдруг не будет хватать, мы просто возьмем из наших компенсационных и учтем это потом в подведении до этого. Так, стой, мне нужно. Я не перепутаю, да? Думаю, что не перепутаю. Даже у меня есть маркера нет. Давай, вот так поймем, что это старый. Ну, старый, он черный, посмотри. Вот я три скрепки. Этикетку можешь старую к нему прикрепить. Давай, давай. Вот эту я сюда старую положу, а новую вот в этот мешок. Ну, все, здесь, в принципе, безотличный. Он такой же, можно увидеть сразу. Насыпать рядышком. Так, сейчас один я высыпал. Ну, немножко, может, насыпать. Давайте, вот это вот, какой у нас был. Старый. А это какой прислали. Нет разницы. На свет вытащим. Давай я три раз переверну, определишь? Да, одинаковые, в общем. Я думаю, что даже партия это одна и та же была. Ну, куда я понюхаю? Они и пахнут. Слушай, а мы 6,1 не понюхали. Ну, нам сейчас нюхать, мне вот бесполезно, у меня, ну, я болею. А Лена может понюхать. Понюхим. 6,1. Сейчас понюхаем. Потому что у меня-то болит всего горло, понимаете. Так, вот это 6,1. Ну, я вот не чувствую сейчас. Горьи, прогорклости, да? Нет, горечи нету. Ты камеру-то держи как-то, чтобы это самое. Можешь попробовать? Нет, я не чувствую горечи совсем. Я чувствую... Я чувствую мясокоску. Не сказать, что прям вот хлебный какой-то запах или еще какой-то. Но запах приятный и он слабый. Интересно, все жены чувствуют мясокоску? Да, это особенность всех жены. Все, высыпаю. О, этикетку засыпала. Ничего страшного. Короче, безусловно, корм качественнее, лучше, чище, прошит грамотно. Все идеально. Пока ничего, никаких претензий не может быть. Так? Да. Ну, а разницу с предыдущим кормом вы, надеюсь, увидели. Мы оставим это без комментариев. Выводы сами сделаете. Но скажу аккуратно, что все-таки, мне кажется, наша версия была справедливой. Претензия не была, не обоснованная. Да. Вот если бы такая крупка была изначально, вопроса бы вообще не было. Так, все, в общем-то, вот уже у нас подопытные наши сидят. Ну, спят мои зайки кусаки. Вот у них насыпана новая крупка 5.1 Markform. Застрял, что ли? Буквально завтра у нас продажная часть уедет. И на эксперимент мы оставим где-то около 100 штук, да. Ну, мы рассчитывали на 100, в общем. Вывод получился больше, чем мы думали. Ну, вывод хороший, да, в этот раз. 87%, 85%. Да, 85% мы считали. Ну, все, в общем-то, начинаем, значит, мы экспериментировать. Всем спасибо за внимание. Следите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмите в колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok